Спецпосланник ООН по Йемену, который сейчас в Сане, снова призвал все воюющие стороны урегулировать конфликт и достичь всеобъемлющего мира. В стране уже больше двух лет идет гражданская война. По данным Всемирной организации здравоохранения, более половины из трех с половиной тысяч больниц Йемена закрыты и функционируют только частично. Во многих районах не хватает врачей. Все это увеличивает риск возникновения эпидемий. В начале октября Министерство здравоохранения Йемена сообщило о вспышке холеры в Сане. К концу месяца зарегистрировали больше 1400 пациентов с подозрением на это заболевание. При этом их число продолжает расти и превысило 2000 человек. Вооруженный конфликт в Йемене начался в августе 2014. Повстанцы Хуситы обвинили правительство в коррупции и захватили столицу. Президент Абдрабуман Сурхади бежал из страны. Мятежников поддерживает Иран и часть армии, лояльная бывшему президенту Салеху. Коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией поддерживает власть Йемена. Гражданская война унесла более 10 тысяч жизней. Миллионы человек были вынуждены покинуть свои дома. По данным ЮНИСЕФ, почти 7,5 миллионов детей нуждаются в медицинской помощи, а 370 тысяч – на грани голода. За сутки в зоне АТО ни один украинский военный не погиб, четверо получили ранения. На Луганском направлении боевики открывали огонь 9 раз. В двух случаях применялись запрещенные 120-мм минометы. На Донецком участке линии фронта противник 10 раз нарушил режим прекращения огня. В четырех случаях применяли тяжелые вооружения. По позициям украинских войск выпустили 60 мин. На Мариупольском направлении боевики 31 раз обстреливали позиции украинских войск. В 10 случаях использовали минометы и артиллерийские установки. Наши военнослужащие открывали ответный огонь. Правительство Украины увеличило финансирование закупок военной техники и ее восстановления. Об этом сообщил и спикер Министерства обороны Оксана Гаврилюк. Сумма выросла на 800 миллионов гривен. Полмиллиарда пойдет на покупку новой техники. Ранее эти средства были в резерве бюджета на нужды обороны. Словения стала первой страной Евросоюза, признавшей агрессию России против Украины в двустороннем документе. Речь идет о совместной декларации президентов Петра Порошенко и Борота Пахара. Документ подписали во время официального визита украинского лидера в Словению. В Любляне Россию призвали немедленно прекратить финансовую военную другую поддержку местных сепаратистов. Также в документе указано, что суверенитет и незыблемость границ Украины имеют ключевое и решающее значение для безопасности всех европейских государств. А аннексия Крыма – грубое нарушение международного права. В США продолжаются выборы президента. Первые избирательные участки открылись около полуночи в поселках с населением менее 100 человек. По итогам голосования в трех таких городках победу одержал Дональд Трамп. Основная масса участков США открылась 13 часов по киевскому времени. Один из кандидатов, претендент от демократов Хилари Клинтон, проголосовала в Нью-Йорке. По мнению обозревателей, наиболее острая боя борьба в тех штатах, где избиратели еще не определились. И в отличие от традиционных предпочтений, в десяти из них есть большая квота выборщиков. Напомним, что на выборах президента США избиратели фактически голосуют не за кандидата, а за выборщика, который позже делегирует свой голос в пользу того или иного претендента. В этот раз в состав коллегии входит 538 выборщиков. Их количество в каждом штате варьируется в зависимости от того, сколько представителей этого штата заседает в двух палатах парламента. При этом в ряде штатов тот из кандидатов, который получил относительное большинство голосов выборщиков, автоматически заручается поддержкой всей квоты штата. Например, в Калифорнии всего 55 голосов выборщиков, в Техасе 38, а в Нью-Йорке и Флориде по 29 голосов. Подсчет голосов начнется в час ночи по киевскому времени. При этом последние участки на Аляске закроются 9 ноября около 7 утра по киевскому времени. Процесс выхода Великобритании из состава Евросоюза включит голосование в парламенте. Планируется принятие законопроекта, который адаптирует для страны европейское законодательство. Об этом сообщил Дэвид Дэвис, министр по вопросу выхода Великобритании из ЕС. Во время выхода законы Европейского Союза будут трансформированы в британские законы, чтобы обеспечить стабильность для рабочих, бизнесменов и потребителей. Это будет голосование в парламенте, которое состоится перед завершением процедуры применения статьи 50. При этом Дэвис не сообщил, когда правительство намерено начать формальные переговоры с Евросоюзом. По его словам, чиновники хотят сохранить определенный уровень конфиденциальности. Законопроект предложила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Он позволит оперативно применить статью 50-ю Лиссабонского договора. Напомню, 3 ноября высокий суд Лондона запретил запускать процедуру Брексита без ее предварительного утверждения в парламенте. Ранее предполагалось, что правительство добьется одобрения законодателей в ускоренном порядке путем принятия резолюции. Греция в основном достигает всех фискальных целей, установленных на этот и следующий год кредиторами Еврозоны. Об этом сказал вице-председатель Европейской комиссии. Своё заявление Валдис Домбровскис сделал перед встречей министра финансов зоны Евро в Брюсселе. Во-первых, мы собираемся обсудить ситуацию в Греции и поработать над программой, изучить процесс проведения реформ, которые в основном проходят по графику. Греция получает средства от кредиторов Еврозоны в рамках третьей программы помощи. В ответ она должна продемонстрировать, что проводит все реформы. При этом, чтобы удостовериться, что еще один пакет помощи стране не понадобится, министры финансов договорились установить для Афин жесткие рамки. Программа помощи завершается в 2018 году. Представитель Еврогруппы Ерн Дейсселблум, также выступая перед встречей министров, сказал, что детали среднесрочного списания долга для Греции пока определить сложно. По его словам, ситуация прояснится только во второй половине 2018 года. Это невозможно определить сейчас. Все зависит от того, какими будут экономический рост, процентная ставка, инфляция и действия греческого правительства в период с настоящего времени по вторую половину 2018 года. Министр финансов Германии исключил вероятность списания долга для Греции в течение двух ближайших лет. «Мы сказали все, что нужно было сказать в мае. После первой оценки программы запустился европейский стабилизационный механизм. Все остальное будем решать на последних этапах второй программы помощи, то есть в 2018 году». Он также предупредил, что оценку программы вряд ли удастся завершить в декабрю этого года. Следующая встреча министра финансов по опросу Греции состоится в Брюсселе 5 декабря. Иран впервые с момента снятия санкций подписал контракт с крупной западной энергетической компанией. Это французская «Тоталь». Договор о разработке газового месторождения «Южный парс» в Персидском заливе. Представители европейского нефтегазового гиганта говорят, в течение 20 лет в разработку месторождения вложат почти 5 миллиардов долларов. Индийский изобретатель из штата Акерала заправляет мотоцикл топливом собственного производства. Эта горючая среджит получил из пластиковых отходов с помощью пиролиза. Так называют процесс термического разложения органических и неорганических соединений. «Пластик нагревают до 300-400 градусов в среде без доступа кислорода. Это важная часть процесса. При нагревании он становится жидким. В зависимости от качества и состава пластика иногда нужно добавлять катализаторы». Пластик нагревают до тех пор, пока он не принимает газообразную форму. Затем начинается процесс конденсации. Полученная жидкость как раз и есть топливо. Остаются и побочные продукты. По словам изобретателя, из килограмма пластиковых отходов можно сделать около 900 миллилитров горючего. Пока аппарат способен за один раз переработать только 5 килограммов пластикового мусора. Среджит видит в этой технологии большой потенциал. По его мнению, она решит две серьезные проблемы в стране. Во-первых, сделает топливо более доступным, а во-вторых, сократит количество пластиковых отходов. При этом само топливо экологически чистое. Некоторые владельцы транспортных средств уже испытали инновационное горючее. «Сначала у меня были сомнения, поэтому я узнал мнение у своего друга. Он пробовал ездить на нем, и ему понравилось. Теперь я тоже хочу иногда им заправляться. Нет проблем, оно такое же хорошее, как и то топливо, что мы используем обычно». Между тем, некоторые специалисты считают, новое топливо не решит проблему в мировом масштабе. «Бензином это назвать нельзя. В основном, это топливо испытывали на дизельных двигателях, но бензиновые на нем не работают». Впрочем, ученый уже отправил образец топлива на экспертизу и подал заявку для получения патента на свое изобретение. Он надеется, что его горючее будет не только безвредным для экологии, но и доступным по цене. В Перу активизировался вулкан Сабанкая. Уже несколько дней в нем происходят взрывы. Первые два зафиксировали в главном кратере, и потом несколько в меньших – на склонах горы. По мнению вулканологов, Сабанкая готовится извергать лаву. «Первый взрыв в магматическом котле Сабанкая произошел в 8.40 вечера. Всю ночь он выбрасывал пепел, и в 8.43 утра был второй взрыв. От вулкана Убинос Сабанкая отличается тем, что выбросы идут не только из главного кратера. У него много кратеров в разных частях. Мы полагаем, что вулкан готовится извергать лаву». Впрочем, пока предписания об эвакуации местных жителей не получали, перуанские власти продолжают пристально следить за поведением вулкана. Сабанкая – один из самых активных в Перу, расположенный в юге страны в провинции Арекипа. Его высота – почти 6 тысяч метров. Зимой вершина вулкана часто покрывается снегом. Самый долгий период его активности был зафиксирован в 90-е годы прошлого века и длился около 8 лет. В ближайшем будущем на Земле установится новый климатический режим. К 2025 году кажущиеся сейчас аномальными летней температуры станут нормой. Об этом заявили австралийские климатологи. Авторы доклада говорят, это произойдет независимо от того, будет ли прекращен выброс парниковых газов полностью или частично. Появление нового климатического режима удастся отсрочить только к 2035-40 годам. Одними из первых пострадают регионы Австралии и Арктики, тогда как в других районах Земли температура будет повышаться в течение всего столетия. К 2100 году больше 98% уголков в суши подвергнутся климатическим изменениям. В ночь с 14 на 15 ноября жители Земли увидят суперлуния. В это время естественный спутник планеты будет находиться в Пиригии, в ближайших к Земле точки лунной орбиты. Благодаря этому Луна будет выглядеть на 14% больше и светить на треть ярче, чем это бывает в обычные полнолуния. Астрономы говорят, в последний раз такое явление было в середине 20 века, а следующее такое суперлуния Земля не увидят 25 ноября 2034 года.